Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать себя на моём канале. И сегодня я снимаю новое видео, которое, скорее всего, можно отнести к роликам а-ля Back to School. Подготовка к школе, но в школу я не иду, школу я уже давным-давно закончила. Эти товары я разыграю у себя в Инстаграме, подарю своей сестрёнке, которая, кстати говоря, идёт в седьмой класс. Также некоторые товары пригодятся мне, потому что я обучаюсь дома, ну и оформляю там всякие ежедневники, что-то записываю, спешу сценарии для каких-то роликов. В общем-то, тут две огромные посылки, которые я хочу вместе с вами распаковать, и они из магазина Зарка. Это, наверное, традиция, да, снимать такие видосики на мой канал, поэтому не забывайте подписываться на него. Если у вас до сих пор красная кнопочка, превращайте её, магии подписки, в серую и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Не помню, сказала я, ставьте лайки или нет. Ставьте лайки обязательно, но мы можем начинать. Поехали! Это ваша долгожданная распаковка, потому что перед школой, перед учёвой нужно порадоваться классной канцелярией, которую я разыграю в конце видео и в своём Инстаграме. Ну, а мы можем начинать. Поехали! Эту коробочку мы убираем, вот эту пододвигаем вперёд. Я, кстати, надела, посмотрите, какие прекрасные носочки. Вот такие вот с... Это кто? Это кошки. Переворачиваем, как нам нужно. Мне очень-очень прям охота уже посмотреть, что лежит внутри. Я обожаю Заку за то, что там всегда просто дофига канцелярии. Вот так вот открываем коробочку. И я вам сразу же вот таким вот чудесным способом показываю, что лежит внутри. У меня будут специфические распаковочки. Сразу же у нас вываливается вот такая вот мягкая игрушка. Соответственно, вы, дорогие мои зрители, автоматом видите, что лежит внутри. Но не полностью, потому что самая основная канцелярия у нас находится в пакетиках. А сквозь пакеты вы, к сожалению, пока смотреть не можете. Но если подпишетесь на мой канал, возможно, такая возможность у вас появится. Мало ли. Первое. Это вот такая вот игрушечка. Розовенькая. Но это, правда, к школе не относится. Но эта игрушечка будет поднимать вам настроение. И, возможно, вы, посмотрев на эту игрушечку, будете ходить с хорошим настроением на учебу. Так что вот такая вот игрушка. Это лама. Такая вот лама. Овальная. Красота. Далее, что у нас тут выпало? Это вот такой вот пенал. Твердый. И я, кстати, такие пеналы в школе раньше не особо любила. Потому что туда очень мало всего помещается. Но если вы в школу носите чисто символически там ручку, пластик и карандаш, тогда это подойдет. Дальше чуть-чуть отодвигаем нашу коробочку. Я сажусь поближе к вам. И буду показывать уже вблизи всю красоту. Итак, смотрите. Первое, что мне попадается под руку, вот такой вот пакетик. Мы его открываем и достаем там, кстати, тоже не продуктики к школе, но они 100% поднимут вам настроение. Итак, это у нас повязка. Вот такая вот миленькая, чтобы наносить тканевые масочки на лицо. Такие товары я буду показывать быстро, потому что это видео посвящено больше школьной тематике, нежели чем такой. Вот такая повязочка. Вот такая повязочка. Она мятного цвета. Вот такая серая повязочка. Напоминаю, что это все еще и войдет в розыгрыш. Специальные такие прищепочки, которые очень пригождаются в основном, чтобы как-нибудь украшать пробковую доску или можно использовать в качестве закладок. Вот такие вот еще две пачки. Дальше уже более школьная тематика. Вот такие вот три конвертика, внутри которых лежат а-ля закладки-скрепки разных форм. Они такого розового оттенка, типа розовое золото. Вот так вот они выглядят. Этот пакетик у нас закончился. Следующий пакетик у нас выглядит вот так. И он, кстати говоря, достаточно тяжелый. Поэтому открываем и видим там много блокнотиков, много наклеек и много маркеров. Такая вот стопка. Это у нас открытка, внутри которой лежит шоколадка. Давайте я открою одну из них, покажу, как она выглядит внутри, чтобы вы поняли, какая там именно шоколадка и о чем я говорю. Вот так вот. Человек откроет эту открыточку и сможет полакомиться четырьмя шоколадками. А тут будет написано поздравление. Вот так вот она легко достается и очень красиво выглядит. Дальше еще одна такая открытка. Вот такие вот три одинаковых блокнотика с ягодками. Они, кстати, в линеечку. Еще два блокнотика. Они в таком более корейском стиле. Очень прикольная обложка красивых оттенков. Ну и остальное это огромное количество наклеек. Только посмотрите на то, сколько их много. Вот такие вот наклеечки. И раз пачечка, два маленькие наклеечки миниатюрные. Вот такие вот есть. Вот такие, 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 такие. Прозрачные. Еще прозрачные наклейки. На прозрачной основе точнее. Мне очень нравится стиль этих наклеек. То есть такие не везде найдешь. В основном только в Заке. И очень прикольно выглядят. Четыре конвертика с наклеечками внутри, которые уже отсоединены друг от друга. То есть не на одном таком плакатике прикреплены. Кстати, я вам говорила о маркерах в этом пакетике. Достаем. Это даже у нас не то, чтобы маркеры. Три пачки. А, да. Давайте-ка я открою одну пачечку. И протестирую с вами один маркер на блокнотике с клубничкой, который я вам показывала. О, тут, кстати, посмотрите. Такая вот первая страничка. Красивая. Ну и следующее. Это у нас маркер серого цвета. Давайте посмотрим, как он пишет. А, он голографический. Он прям, посмотрите, ребят, переливается. Вот такой вот красивенький. И получается, что все остальные маркеры точно так же пишут. Очень круто переливаются. И можно прям офигенно оформлять какие-то блокнотики или заголовки подписывать. Если, конечно, у вас в универе или в школе это разрешено. И не говорят писать строго синими ручками. И никаких текстоводелителей, фломастеров и декоративных скотчей. Я вот любила в школе постоянно все красиво оформлять. Поэтому я бы хотела сейчас пойти в школу чисто на пару уроков. Красиво все оформить и забыть. Дальше, дорогие мои, вот такой вот пакетик. Внутри которого лежат мягкие носочки. Которые выглядят даже больше как тапочки. И вы их можете надеть в школу. Очень-очень даже легко. Ну или если вам лень обуваться, или надевать чешки, и у вас есть физкультура. То вы можете спокойно на физкультуре заниматься вот в таких носочках. Но я бы так сделала, по крайней мере. Но вас отругают. Но мне кажется, идея неплохая. Чтобы привлечь к себе внимание. Дальше. Что у нас тут попадается? Мы можем отсаживаться назад. Потому что мелкие продуктики у нас почти закончились. Вот такой вот огромный чемодан фломастеров а-ля восковые мелки. Посмотрите, сколько их тут много. Это я купила для своего братика, который очень любит рисовать. И, внимание, для двоюродного братика. Чтобы никто не подумал, что у меня есть не только родная сестра, но и родной брат. Хотя очень хотелось бы, кстати. Ай, ну я самая старшая в семье. В общем, вот такие вот фломастеры. А, нет, это не фломастеры. Это... Ой, нихера себе они пишут. Охренеть. Смотрите, ребят. Вот моя рука. И капец как легко можно нарисовать что-то этим восковым мелком. Короче, восковые мелки очень яркие. Так что мой братик будет доволен. Эти я купила для себя. Потому что эти штуки всегда пригождаются. Например, когда я иду ночевать к подружке. Или остаюсь в отеле. Кстати, мы с моим молодым человеком скоро съезжаемся. Я буду снимать ролики совершенно в другой квартире. Вот, об этом чуть-чуть попозже. Я сниму влог обязательно. В общем, такие вот бутыльки прозрачные. Внутрь которых можно наливать всякие спрейчики, мыло. Которое у вас находится в большом таком контейнере, так сказать. И вам не охота этот огромный контейнер куда-то с собой брать. Бутылек. Есть вот такие вот специальные дорожные пустые флакончики. Абсолютно разные. Чтобы вы что-то с собой брали. И не парились. Еще. 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 Мне, в общем, очень они нужны были, как вы видите. Тут, кстати, есть. Сейчас открою, покажу. Вот такие вот кругленькие баночки, куда можно поместить крем. Что еще, Полин, туда можно поместить? Подсказывай. Таблетки. Кстати говоря, да. В общем-то, используйте, как вы хотите. Все для вас. Дальше. Четыре пенала. Повторюсь, это я все разыграю. Это я не себе, не только Полине взяла. Четыре пенала. Вот такой вот розовенький с кошечкой. Такой вот половинчатый пенал. В клеточку зеленый. Обычный черный. И пенал, который открывается с двух сторон. То есть сверху и на передней части. Он такого мятно-голубовато-синего оттенка. Похожего, наверное, на... Короче, серый цвет, но немножечко с такой голубизной. Синевой. Дальше. Пакетик огромный. Наконец-то. С большими тетрадями. И, блин, я теперь поняла, почему эта коробка так много весила. Потому что это очень тяжелый пакет. И как минимум он весит, блин, три килограмма. Это минимум. Достаем все тетрадки. Я опять подсяду чуть-чуть поближе. Чтобы вы видели, я купила такой охеренный объектив. Что я довольна, что все-таки в том влоге вы увидели, как я разбила предыдущий. Качество было другое. Да, мне просто так кинули на отвали, походу, одну пачку наклеек. И тетради. Поехали. Демонстрирую. Вот такая вот фиолетовая тетрадка. Она в клеточку. Тетрадь черная. Вот так выглядит. И нет на ней не черные листы, она в линейку. Вот такая вот запакованная тетрадка. Они две практически одинаковых, но с разными обложками. И одну из них я открою, чтобы вы увидели и поняли примерно, что это за тетрадки. Открываю. Эта тетрадка, кстати, заранее с обложкой, то есть даже если вы ее запачкаете, спокойно с такой поверхности можно будет вытереть какую-то грязь. Тут можно сразу подписать, чему и кому этот блокнотик принадлежит тетрадка. Она в клеточку, соответственно. Вторая. Сейчас проверю. Да, она тоже в клеточку. Вот такая вот голубенькая тетрадка с пингвинятами, очень миленькая. И она в линейку. Еще тетрадка, она желтенькая, тоже в линейку. Еще одна. Тут в основном все, короче, с обложками. Первые только две тетрадки были без обложки. Это меня, кстати, радует. Тоже в линейку. И синенькая она тоже в линейку. И, кстати, эти тетради, блин, очень много весят. Они капец какие тяжелые. Но зато их очень легко поместить в пакете. Я уже на своем собственном опыте все складываю аккуратненько обратно. Потому что, если я буду все разбрасывать, потом мне придется прибираться, блин, как минимум час. Тут у нас тоже тетради, только они уже поменьше. Не считая вот этих двух тетрадей, они с тиграми в клетку. А остальные тетрадки все маленькие. В основном даже не тетрадки, а блокноты. Показываю. Вот такой вот блокнотик, который я сейчас открою. Но исписывать его ничем не буду, потому что я хочу его разыграть. Тут один носок из заки лежал на полу. Я подумала, что это тоже лежало в коробке. Но нет, это просто мой носок старый. Так, открываем. И посмотрите на эту красоту неописуемую. Это у нас двойной блокнот. Посмотрите. Во-первых, вы тут можете листать пингвиненка. Вот так вот что-то на нем записывать. И также листать тетрадку. Которая, кстати говоря, в линейку. Сюда можно записывать шпаргалки. Что-то типа, что вам нужно запомнить. А вот сюда все, что вам говорит учитель. Такая же голубая тетрадка-блокнотик. Вот такая вот тетрадка с обложкой, с двумя девочками. Она в клеточку. Очень красиво выглядит. И она с обложкой. Точно такая же тетрадка с пингвиненком, которого можно листать. Она розового цвета. Вот такой вот ежедневник. Очень красивый. В стиле леса. Такой прям очень-очень такой. Прям красивый. И обложка у него, ребят, прям такая. Я вам сейчас объясню по материалу, какая она. Такая больше матовая. И на ней блеснки. Она открывается с помощью такой вот магнитной штучки. Открываем этот блокнотик. С которого нужно вот так вот аккуратненько снять вот эту вот повязочку. И открыть. Вау. Посмотрите, какие тут листы, ребят. Сначала цветные. С какой-то девочкой. В общем, тут все можно очень красиво оформлять. Но для школы это вряд ли подойдет. Короче, очень прикольный ежедневник. На него эту штучку заново очень легко надеть. Вот так вот это все дело выглядит. Дальше идет вот такая вот серенькая тетрадка с луной. Супер странный пенал, который вот так вот открывается. И в него можно положить что-нибудь. Как папка. Ну или я не знаю, это и есть папка. Но скорее всего пенал. Две пачки наклеек. И тут с маленькими тетрадками. И отчасти с наклейками мы закончили. И соответственно сразу же закончили с первой коробкой. Вторую коробку я уже портить не буду. Мы ее сейчас с вами откроем. И посмотрим, что лежало в ней. Я вас обманула. Поэтому получится только вот таким вот образом вам показывать товары. Так. Тут у нас два пакетика. Чтобы, я так понимаю, все товары из Заки потом туда поместить. Потому что коробки нихрена не кариноустойчивые. Ну и тут много других пакетиков. Которые я вам сейчас буду показывать. Итак. Первый пакетик. Ой-ё-моё. Ребята. Прямо сейчас вот тут высветилось окошко. И вы видите то, что находится в этом прекраснейшем пакетике. Это вывалить я не могу. Да и толком вы разглядеть не сможете. Но сможете разглядеть, когда я снимаю вот так вот вблизи. Вы только посмотрите. Тут очень много всяких резиночек. Я обувариваю и показываю вам. Охренеть. Просто охренеть. Посмотрите, сколько тут декоративных скотчей. Вот такой вот зелененький. Я включила вспышку. Еще лучше, чтобы вам было видно. Вот такие вот скотчи. Короче, их просто дофига для оформления вообще чего-либо. Прозрачные скотчи. Розовенькие. Вот такие вот голубенькие. Зелененькие. Резиночки. Они просто офигенные. Я от такого формата резинки просто обожаю. В школу как раз быстренько себе сделать какую-то прическу, если не хотите по этому поводу заморачиваться. В общем, вот так эта вся прелесть выглядит. Можете еще раз рассмотреть. Вблизи снимать. Мне понравилось. Поэтому, наверное, еще не один раз я вам вот так что-то буду показывать, если будут какие-то миниатюрные товары. Тут еще какая-то коробочка. И тут лежал... А, господи. Это такой штрих, так сказать, замазка. Очень странной формы. Я подумала вообще сначала, что это маркер. Так вот, интересно мне разглядывать товары из Заки. Очень прикольно. Это все нужно сразу же сложить на место. Вот такая вот еще точилочка тут была в виде ананасика. Вот такая вот тканевая масочка. Да, из ткани черного цвета. Дальше пакетик с чем-то маленьким, но очень-очень интересным. Итак, достаем и смотрим. Посмотрите, я подогвинусь поближе, чтобы вы увидели эту красоту. Это какой-то супер миниатюрный блокнотик, который как будто бы с такой водонепроницаемой обложкой. Магнитный, да. На магнитике вот так вот вы открываете этот блокнотик. И внутри него, посмотрите, очень много цветных страниц. Тут как ежедневник. Вы можете записывать какие-то рецептики. Вы можете записывать, как прошел ваш день. В общем, все очень интересные листочки. И на магнитике закрывать. Кстати, тут еще рассчитано на еще немножечко места. И магнитик закроется, если у вас даже этот блокнотик будет чуть-чуть пообъемней. Далее, такие вот миленькие значки с зайчиком. Еще точно такой же с зайчиком. Четыре, так сказать, блокнотика с разными листочками, чтобы вы могли их куда-нибудь прикрепить. Вот так вот они выглядят. Очень красивенькие. По-кавайски так очень миленько выглядят. Это было в этом пакетике. Показываю следующий. А их тут очень много. Фу, ребята, это капец. Показываю еще раз. С помощью полиненного телефона, потому что на свой я записываю звук. Высыпаем этот пакетик. И тут у нас, как видите, есть всякие вот такие вот баночки для того, чтобы переливать туда что-нибудь прикольненькое. Это у нас калькулятор. Текстовые делители в миниатюре. Коробочка для линз. Очень миленькая, голубенькая. Маркеры. Вот такие вот. Кстати, Полина носит линзы. Вот я для нее заказала. Это я не знаю, что такое. Вот так вот. И тут у нас, скорее всего, будет точилка. А, нет. Нифига, ребятки, это не точилка оказалась. Это у нас такая замазка. Очень интересная. Еще маркеры. Вот такие вот. Контейнер для линз. Еще один контейнер для линз. Бутылечек для жидкости с такой вот миленькой уточкой. Текстовые делители в миниатюре. Замазка. Замазка. Резиночки. Замазка, которая вот так вот выдвигается. Очень интересно. Два ластика. Замазка. И еще один контейнер для линз. Дальше, ребятки, сбоку у нас лежали вот такие вот наклейки. Две большие длинные пачки. Они на прозрачной основе и очень-очень прикольно выглядят. Следующее. Это у нас лежало без пакетика. Я не знаю, что это такое. Надо разобраться. Какие-то перышки. Что-то интересное. Это у нас... А, это такая гирлянда. Посмотрите, ребят, с перышками. Я это кому-нибудь из вас подарю. Потому что это очень-очень красиво. Также сложу в коробочку. Вот так вот. И кому-то из вас эта прелесть достанется. Следующий пакетик тяжеленький. О-о-о-о! Это Зака, дорогие мои. Бомбочка для ванны номер один. Зелено-желтого цвета. Бомбочка для ванны номер два. Желто-розового цвета. Бомбочка для ванны номер три. Синего цвета. Бомбочка для ванны номер четыре. Фиолетово-синего оттенка. Бомбочка для ванны номер пять. Малинового цвета. Бомбочка в виде сердечка. А, нет. Мыло для рук. Вот такое вот. В виде сердечка. И бомбочка для ванны. Фиолетово-синего цвета. В Заке появились еще и бомбочки для ванны. А как вы знаете, я их просто обожаю. Следующий пакетик, в котором, дорогие мои, у нас первое, что лежало, это декоративные скотчи. Ручки. Еще ручки. Степлер. Еще один степлер. Еще один степлер. Специальные такие масочки для сна. Черная. И еще зеленоватенькая. Следующий пакетик открываем. Тут у нас восковые мелки. Вот так вот выглядят. Простые карандаши. Целый набор. Ой, господи. Посмотрите, какая маленькая мягкая игрушка в виде мороженки. Просто красота. Милость. Еще бутылечек. Блин, начерась только заказала. Мне кажется, у меня столько подписчиков нет, сколько бутылков я заказала. Еще один. Еще один. Резинки для волос. Вот такие вот спиралькой, но они в виде сердечек. Еще резинки. Дофига резинов. Декоративные скотчи. Еще декоративные скотчи. Вот такие вот две наклеечки, чтобы что-нибудь вешать в туалет куда-нибудь. Предпоследний пакетик. Дальше у нас товары нет пакетика. Это можно показать вам вот так вот. Посмотрите, просто какая огромная гора всяких ручек. Это просто рай. Вы только посмотрите, сколько их. Ручки всякие есть с пончиками, с каким-то зайчиком миленьким сверху. Еще с зайчатами. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая прикольная ручка. Офигеть, она с лобстером. Тут даже есть ручки с ластиком, ребятки, кстати. Тоже обратите на это внимание. Большую часть ручек отсюда я разыграю. Последний пакетик, внутри которого опять же лежали всякие наклейки. Открытка с шоколадками. Наклейки. Наклейки. Еще закладки. Магнитные, кстати. Еще на магнитике закладки. Они очень удобные. Еще на магнитике закладки. Еще на магнитике закладки, кстати, Полина, в твоем стиле. Вот такие. Вот. Вот, как в конвертике. Это, так сказать, вот такой вот пакетик, внутри которого такой больше школьный набор. Тут всякие закладочки в виде скрепок, бумажные наклейки, листочки, клейки. Такая красота. Два блокнотика, раз их два одинаковых. Это, скорее всего... Сейчас я один из них открою, мы с вами точно поймем, что это. Открываем. Такая прям ребристая обложка. Это у нас, оказывается, тетрадка с наклеечками. Посмотрите, прям целая тетрадка и в ней наклеечки. Есть еще файлы, в которые вы можете положить какие-то наклейки. Для коллекции наклейок, видимо, специальные штучки. Очень прикольно. Вот такой вот пакетик, скорее всего, подарочный, чтобы вы своей подружке могли подарить что-то из Заки. Вот сюда всякие наклеечки, какие-нибудь подарочки. Вот так вот, оп, оп. И вот сюда положили какой-нибудь приятный подарочек своей однокласснице, например. Тетрадка очень яркая, в линейку. И с пакетиками мы с вами закончили. А, тут у нас подарочные пакетики, в которые я, кстати, вам, ребятки, и положу подарочки, и разыграю для вас. Они прозрачные, посмотрите, пакетик вот такой вот. И внутри будут подарочки для вас. Я подарю своим подписчикам и устрою такую небольшую фан-встречу в торговом центре. Еще пакетик, это для другого победителя. Специальная доска, на которой можно что-то писать и стирать. Да, неспроста ждут в арте. Еще одна такая тыщечка, я ее разыграю. Папочки. Еще папка. Вот такая вот папка, которая открывается и закрывается, более удобная. Вот такая вот папка в виде пакетика. Открывается горизонтально. И какая-то вот тут коробочка, скорее всего, тут кружка на кухню или тарелочка. Да, тут тарелочка, посмотрите. Очень красивая такая тарелка, мятно-голубого цвета, и внутри она розовая. Это керамика. Кто-то у меня из подписчиков еще и получит такую тарелочку, которая будет кушать и вспоминать Карину Аркелян. Алло, ребятки, Полина, снова твой телефон. И он нужен для того, чтобы продемонстрировать ребятам, что у меня находится за кадром. Вот такая вот красота у меня лежит за кадром. Посмотрите, сколько просто пакетов. Тут с ума сойти можно, мне кажется, и купаться в этих пакетах. И вот такая вот у меня прекрасная тут камера с кольцевой лампой. А сзади лежат подарочки, которые я тоже для вас разыгрываю. Это всякие киндер-сюрпризы и шоколадки, дорогие мои подписчики. Вот такая красота тут. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить подарочки от меня, которые я лично соберу для вас в пакетике. Это, скорее всего, для жителей в основном Москвы или Челябинска. Вам нужно поставить лайк под этим видео, быть подписчиком моего канала и подписаться на мой инстаграм, при этом написав мне в директ, что я участвую в конкурсе. А я говорю еще раз огромное спасибо интернет-магазину Зака. Ссылочку я оставлю ниже в описании. Ну а если вы вдруг не выиграете в моем конкурсе, то вот вам промокод. За главными буквами это 20% скидка на все товары из Заки, кроме раздела под названием сейл. У вас будет 20% скидка, просто используйте мой промокод и не благодарите меня. Ссылочка на Заку в описании. Конкурс у меня в инстаграме. Спасибо большое, что досмотрели это видео до самого конца. А с вами была Карина Аракелян. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok